В Кольском районе немало отдаленных населенных пунктов, где такие шатвы будут кстати. А вот жители Молочного могут добраться до ЦРБ сами. Поселок расположен в нескольких минутах из Деотковы. А вот котельная населенного пункта стоит в стороне от домов. Когда-то она снабжала паром птицефабрику «Мурманская». А теперь снабжает теплом 36 многоквартирных домов и 5000 жителей. Как выглядит кардиограмма котла и чем огнеупорщик отличается от печника? Там корреспонденты «Артик ТВ» побывали на котельной. Когда-то на котельной в Молочном было слышно куда-то не кур. Ведь она расположена прямо на территории птицефабрики «Мурманская». В производстве яйца и мяса птицы росло, а вместе с ним и потребности в горячей воде и паре. Сначала котельная состояла из одного корпуса. Потом к нему пристроили еще два. Сейчас мы с вами находимся в новой части котельной. Это последняя часть, которая пристроена была из-за расширения птицефабрики. Здесь уже находятся основные механизмы, насосы сетевые, питательные. И вот этот один из оставшихся последних, которые были установлены котлов. Он более посовременней. В нулевые птицефабрика оказалась банкротом. А котельную передали в областную собственность. Поселок надо было отапливать. Излишние мощности, удаленность от жилфонда – вот неполный перечень проблем, которые приходится решать. Но перспективы всегда есть. И у нас есть еще ряд решений, которые могут способствовать снижению этой удельной нормы топлива, улучшению работы персонала, оборудованием. Поэтому к этому и будем стремиться и идти. Центральный пульт – сердце предприятия. Чернильные самописцы рисуют графики, напоминающие кардиограмму. Глядя на них, можно понять, как себя чувствует сложный организм котельный. Чем старше оборудование, тем больше ему требуется внимания. Сейчас в ремонте котел 1974 года постройки. Приступили к так называемой обмуровке. Со стороны это очень похоже на строительство большой русской печки. Здесь идет защита огнеупорным кирпичом. Выкладывается красный. От огня с котла ложится огнеупорный, чтобы не горел котел. Огнеупорщиков сейчас днем с огнем не сыщешь. На котельной в Молочном есть свой штатный. Если надо где-то обмуровать котел, сразу зовут Владимира Буторина. Скоро ему на пенсию, а передать вахту некому. То есть вы ценный кадр. Да, получается так. Выложить кирпичную стенку вокруг котла – все равно, что построить дом. Гораздо быстрее работать в четыре руки. С Владимиром мы работаем уже месяц и восемь лет. Я его, можно сказать, постоянно напарник, честно, именно по работе. Так что вот так вот. Просто нравится. По рассказам сотрудников котельной можно изучать географию. Кто откуда. Владимир родом из Кольского района. Сергей из Алма-Атинского. Приехал с семьей из Казахстана. А лаборант Юлия Викторовна Ануфриева из Тюмени. Приехали сюда давно. Обосновались. Ну и все. Сибирь. Сибирь, конечно, прекрасна. Но север сам по себе прекрасен тоже. И север тоже стягивает. И уже никуда не захотелось уезжать. 25 лет на одном предприятии. Трое детей. Теперь здесь ее родина. Четверть века отработала на котельной и уборщица Елена Виноградова. Это ее руками поддерживается чистота и уют. Елена Георгиевна живет в Молочном. До работы рукой подать. А еще ей нравится, что котельная вдалиют суеты. Очень уютно. У нас очень хорошо. Мы вон в лесу. У нас все красота. Белочки у нас приходят. Да. Волки, лисы есть. Так что. Так что хорошо у нас все. Медведь заходил. Лисы были. Белки бегают. Борщевик растет. Боремся с борщевиком. Алексей Викторович мог бы стать художником. Он пишет картины и маслом, и акварелью. Но судьба распорядилась иначе. А кто сказал, что профессия машиниста котла не может принести признание? Может. В этом году котельная в Молочном была признана одной из лучших. Почему лучше? Да потому что работаем хорошо. Вот мы и лучшие. Коллектив у нас дружный. Начальник у нас хороший. Все у нас хорошо. Глядя на Вячеслава Францевича Скибинского, сразу видно, кто на котельный начальник. Скоро 20 лет, как он у руля. Все это у него аккуратно и по полочкам. Выпускник Ленинградского политеха он всю жизнь посвятил теплоэнергетике.